приветствую друзья на моем канале сегодня я решила спечь фруктовый пирог с немного как сказать крошкой пирог с крошкой и так для этого мне понадобится термомикс сам также я взяла вишни и хайдельверн я не знаю по-русски как они называются совершенно не знаю тушу не знаю также разрыхлитель ванилин потом крахмал также масло сливочное 4 яйца соль щепотка сахар мука и так приступим к тесту делаем все в термомиксе и так открываем крышку термомикса берем 4 яйца сахара 150 граммов пачку ванилина сюда же идет можно немного щепотка соли закрываем крышку ставим на 10 секунд и скорость 5 выключаем готова это избелась и открываем крышку далее идет у нас крахмал 40 граммов я уже это взвесила все буду вставлять стороночку также разрыхлитель нам нужно будет одну ложечку это примерно вот так я делаю половины пачки оставлю все далее нам нужно будет сливочное масло 200 граммов 135 ровно 200 граммов теперь берем закидываем муку 200 граммов тоже ставим обратно же на весы 200 граммов и закидываем крышечку ставим на 3 минуты 3 минуты и закрываем крышечку ставим на 3 минуты 3 минуты и пока готовится наше тесто приготовила я лист на него положила пергаментную бумагу тесто наше приготовилось открываем крышечку все спускаем вниз лопаточку теперь берем наше тесто и переливаем его на лист очень хорошее тесто получается седаная так что советую приготовить всем очень нравится всегда этот пирог с любыми фруктами очень вкусный так и размазываем его по листу берем шпатель и вот так по всей поверхности промазываем все готово теперь берем посыпаем наши фрукты мне замороженные свои с огорода крупная вишня наша тоже замораживала чтобы когда-нибудь вот так вот взять и печь пирог любой торт пирог получается очень вкусный сейчас еще сделаем ривель или по-другому называют ее крошкой для пирога где-то примерно 600 граммов я беру фруктов так что я взяла любых в этот раз так и еще не все теперь берем моем термомикс чашу и делаем крошку и так для крошки нам понадобится сахар я его беру 50 граммов все всыпаю в термомикс так ванилинчик 100 граммов масла сливочного или же маргарина берите если у вас нет масла и 150 граммов муки так закрываем нашу крышечку так ставим термомикс на две минутки и замешивание теста ключ нажимаем готова наша крошечка хорошо получилось и сейчас я пересыплю так вот такая вот крошка у нас получилось рассыпчатая очень хорошая теперь посыпаем поверх нашего пирога очень хорошая крошка очень хорошая крошка вот и все готово отправляем в духовку на 170 градусов где-то примерно 30 минут вы смотрите по своей духовке тоже если вдруг вам нужно будет больше так немного больше ставьте потому что каждая духовка пекет по-разному итак вот такой вот пирог у меня получился превосходный ароматный ванилькой пахнет и фруктами всем приятного чаепития нам также до следующего видео друзья пока пока